Более 5 миллионов рублей за два дня собрали югорчане, чтобы помочь добровольцам в зоне боевых действий. На эти средства купили бронированный автомобиль, тепловизоры, квадрокоптеры, обмундирование и многое другое. Передали амуницию боевым командирам. Клич о сборе бросили активисты из Сургута. Как им пришла в голову эта идея и почему эмблемой своей организации они выбрали букву Т, узнаете из следующего материала. Вот на такой броне ребята на передовой вывозят раненых. То есть это не броня, а консервная банка. Она реально новая и уже смотрите, что происходит. Поэтому мы сейчас собираем деньги на броневики. С этого видео начался первый сбор помощи фронту активистов из Сургута. На курсе военной подготовки, который проходил в городе, Сергей Сухобрус познакомился с боевым командиром Сергеем, его позывной «Шаман». Наставник, неоднократно принимавший участие в различных конфликтах, рассказал, что на самом деле происходит на передовой. Сургутяне захотели помочь участникам добровольных формирований. Он дал понять, что помощь необходима та, которая необходима именно для специалистов, которые на передовой. И мы начали слушать его. И он даже не надеялся. Он говорит, парни, у меня есть 100 штук. Он говорит, если там поможете, скинетесь. Давайте броню возьмем такую-то, такую-то. Мы такие, все, давай. Скинулись. А потом пришло такое решение, давай огласку дадим. Сначала для перевозки раненых собирались приобрести поддержанную Ниву, но общими силами удалось за два дня собрать больше пяти миллионов рублей. Хватило на бронированную инкассаторскую машину, ее ремонт, восемь новых колес, а еще на рюкзаки, разгрузки, квадрокоптеры и многое другое. Мы проделали очень большую и серьезную работу в максимально кратко сжатые сроки. У нас есть броня, у нас есть броня на ребят, у нас есть куча-куча, которые спасут кучу жизней. Сургутские активисты теперь постоянно собирают средства на амуницию, а Сергей Шаман передает оборудование и обмундирование добровольцам на передовой. Он всегда на связи со своим северным тылом, на этот раз из московского госпиталя, где навещает раненого бойца. Привет, брат, мы все тебя знаем, ты наш герой, весь Сургут тебя знает, твои слова впали в сердце. Каждый боец за свою родину, за свою семью, за своих дедов подстаивает право большой нашей великой родины России. Родину любить надо, это понимают люди только там. Скооперировавшись всего месяц назад, деньги на покупку амуниции сургутяне собирали просто на карточку. Сейчас уже подали документы для регистрации своего фонда помощи. Так и будет называться фонд помощи фронту, то есть конкретно будем, ну и группировка Т, то есть буковка Т, то есть это тыл, то есть там же буковка З, ВИВАТ, группировка О отважная, это группировка Т, то есть тыл. Это для всех тех людей, которые как бы непосредственно в тылу находятся и могут помочь нашему фронту. В планах собрать средства для покупки еще одного микроавтобуса. На этот раз для того, чтобы самим отвозить из Югры снаряжение. Уже укомплектованы около 20 рюкзаков для бойцов разных эшелонов, медиков, разведки, командиров. Их активисты фонда собираются сами доставить добровольцам в зону боевых действий. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания Югра, Сургут.